Роберт, приветствую тебя. А вот вижу в уголке у тебя дымится и даже пылает один из героев этого рейда. Как он проходит, расскажи, пожалуйста. Да, Андрей, привет. На самом деле, когда отправлялся только на эту съемку, думал, что удастся отведать шашлыка, но шашлыком здесь даже не пахнет ни в прямом, ни в переносном смысле. Чувствую себя здесь таким сапожником без сапог, только шашлычником без шашлыка. Вот такое зрелище предстало моему взору. Мангалы, некоторые из них, которые горят, просто вот уходят куда-то в Финский залив. Не знаю, для чего вообще сейчас все это сделано, но выглядит на самом деле так эпично, симпатично и очень-очень красиво. Сейчас спросим у Никиты, это фотограф вообще. Никит, у тебя все нормально? Зачем ты фотографируешь мангалы? Да, здравствуйте, все хорошо. На самом деле мы второй день уже снимаем их. Это брошенные на Финском заливе мангалы, и основная задача показать через фотографию, рассказать про эту проблему, чтобы люди знали. Какие-то подобные объекты, как мангалы на берегу, тебе приходилось как-то снимать? Да, на самом деле, различный мусор, в принципе, здесь его полно, и можно придумать любой социальный проект. Мы сейчас выбрали мангалы, в следующий раз можно, допустим, делать проект про пластиковые бутылки, все что угодно. Спасибо, Никит. Ну а более подробно о том, что же это вообще за проект, спросим у его автора. Илья, расскажи, ну что действительно здесь происходит, сколько вообще мангалов сегодня нашли? Ну, сегодня нашли не так много, как в прошлый раз. Сейчас у нас чуть больше 30 мангалов присутствует, вот, и какая-то часть готовится к новой фотосессии. А так вообще, конечно, весь берег, если вот так пройти, заполнен этими нашими фотомоделями, проблем с фотомоделями у нас совершенно нет никаких. Я так понимаю, это вот те самые мангалы, которые просто Петербург, да, и жители Ленобласти оставляют на берегу, это какие-то вот именно дешевые, да, экземпляры, которые продаются в крупных гипермаркетах буквально там за полторы сотни рублей. Ну, совершенно верно, это самые дешевые, самые простые мангалы, хотя среди них есть и такие более внушительные, например, наш вожак, который ведет стадо, это такой уже более серьезный мангал. Ну, конечно, проблема это очень серьезная, потому что, когда мы гуляли здесь в начале сентября, здесь было гораздо их больше, вот, и, ну, нормальному человеку, глядя на такое, конечно, становится грустно и не по себе, потому что это, ну, это говорит о очень серьезном таком падении, мне кажется, на культуру вообще, хотелось бы выразиться гораздо жестче. Вы привлекаете, то есть, с помощью такого искусства, ну, вот это что за композиция, что это такое? Ну, здесь мы делаем наши мангалы, ухух, к новому фотосессии, к новой фотосессии, а так вообще, конечно, весь берег, если вот так пройти, заполнен этими нашими фотомоделями, проблем с фотомоделями у нас совершенно нет никаких. Ну, я так понимаю, это вот те самые мангалы, которые просто Петербург, да, и жители Ленобласти оставляют на берегу, это какие-то вот именно дешевые, да, экземпляры, которые продаются в крупных гипермаркетах буквально там за полторы сотни рублей. Ну, совершенно верно, это самые дешевые, самые простые мангалы, хотя среди них есть и такие более внушительные, например, наш вожак, который ведет стадо, это такой уже более серьезный мангал. Ну, конечно, проблема эта очень серьезная, потому что, когда мы гуляли здесь в начале сентября, здесь было гораздо их больше, вот, и, ну, нормальному человеку, глядя на такое, конечно, становится грустно и не по себе, потому что это, ну, это говорит о очень серьезном таком падении, мне кажется, на культуру вообще, хотелось бы выразиться гораздо жестче. Вы привлекаете, то есть, с помощью такого искусства, ну, вот это что за композиция, что это такое? Ну, здесь мы делаем наши мангалы, уходят в Финский залив, мы это называем исход, известный библейский сюжет, вот, и, соответственно, наши мангалы в поисках лучшей доли идут в море, потому что, собственно, люди покинули это побережье, им здесь тоже скучно стало. Да, такие мангалы, которые уходят просто куда-то вдаль. Давай еще посмотрим, какие есть варианты для фотографии, вот, я вижу один из них, что это такое обутый мангал. Вот как раз я говорил, сапожник без сапог, здесь мангал с сапогами. Ну, смотрите, во всем, здесь все понятно, смысл, как бы, наша идея стоит в том, что в осенний сезон, когда настоящие, как мы говорим, хозяева этого берега, отдыхающие, ушли с этого берега, оставили мангал, это мангалы, соответственно, заняли место людей. И, в общем, тут они у нас играют бандбинтон, наблюдают за птичками. В данном случае, вот, мангал этот нашел какие-то старые ботиночки и чешет себе в них вдоль берега, вот. То есть, ботинки тоже нашли? Да, конечно. Ну, нет, вот это мой. Вот это один из них мой точно. Потом заберешь его после фотосессии? Обязательно. Ну, давай попробуем сейчас еще одну какую-нибудь здесь экспозицию представить. Вот, например, я вижу здесь какие-то заготовки, что здесь будет? Ну, здесь у нас такой социально-романтический сюжет. В данном случае мы видим мангал девочка. Вот, элегантный бантик из газеты говорит нам о том, что это девочка. А вот это, собственно, двое мужчин, мангалов, которые борются за нее. Она за ними наблюдает. Вот у нас такая субъективная камера. Мы показываем взгляд от женских глазок мангала на вот эту ситуацию. Ну, то есть это какая-то сейчас еще незаконченная композиция. Нет, конечно. Что нужно еще сделать? Ну, конечно. Мы, соответственно, мы добавим агрессии. Когда сейчас елья освободится, мы еще добавим сюда брызг. Все это будет ходить вот так вот. И, собственно, все. Может быть, они поломаются в конце. Мы, на самом деле, идем по берегу. И какие-то у нас заготовки есть. У нас абсолютно... У нас есть какие-то раскадровки. Но многое приходит по ходу движения, так сказать. Вот. То есть после того, как вот закончите делать вот эти кадры, что делаете, собственно, с мангалами? Ну, у нас с собой... Ну, поскольку идея наша обратить внимание на вот такую проблему, то, безусловно, у нас с собой есть мусорные пакеты. Мы это все соберем и увезем. В прошлый раз мы увезли два увесистых мешочков. В этот раз, наверное, их будет чуть побольше. Потому что мы планируем еще пройти дальше. И там наверняка нас ждут новые фотомодели нашей мангалы. Илья, ну еще, наверное, такой вопрос. Много кого интересует. Вот кроме того, как фотографируете вы мангалы вообще, что вас объединяет, вот вашу группу людей, которые всем этим занимаются? И чем вы занимаетесь в обычной жизни? Ну, мы все здесь, с вами, особенно разные люди. Вот мы, я, режиссер документалисты, в том числе, мы еще сейчас недавно, ой, совсем скоро открываем в ноябре такую творческую площадку, на которой люди могут совершать, ну, могут показывать свое творчество, лекции, различные мастер-классы и так далее. Вот как раз-таки вот фото-выставка, которую мы так и назвали мангалы Финского залива, она будет перерочена к открытию нашего арт-пространства. Вот, собственно, вот это нас объединял, что мы все работаем над тем, чтобы создать площадку для того, чтобы зритель и автор соединились где-то в одном месте. А есть люди на этих фотографиях, вот хотя бы на одной? Конечно, у нас, как бы, собственно, сам замысел состоит из двух основных частей. В первой части, которую мы уже отфотографировали, отработали, состоит в том, чтобы показать вот этих вот людей, которые, собственно, ушли отсюда осенью. В таком... А вторая какая часть? А вторая, собственно, вот эти мангалы, которые остались после них. Ага, да, спасибо большое. Хорошо. Вот на самом деле я, наверное, тоже сфотографируюсь с мангалом, на память вот себе оставлю такой снимок и тоже присоединюсь к этой акции для того, чтобы действительно меньше оставляли мусора отдыхающие. И, кстати, Андрей, вот ты предпочитаешь вообще, какой отдых в плане с шашлыком? Где ты предпочитаешь жарить шашлык? Ну, когда вот вокруг тебя такое скопление мангалов, наверное, кусок мяса в горло не полезет. Я думаю, что, Роберт, кстати, если бы этой картинке добавить немножко футуризма, можно и классика с его восстанием машин затмить. Будет такое восстание мангалов, что ли. Спасибо тебе большое. На прямой связи со студией был мой коллега, специальный корреспондент Life78 Роберт Кальчарев.